Дух Святой открывает многие тайны, он силен в вас и через вас каждого, но насколько кто имеет веру и насколько доверяется Духу Святому. Однажды меня пригласили в детскую больницу, один из пресвитеров, я не пресвитер, не служитель, я простой рядовой проповедник, вот, и пригласил помолиться за одну душу, ну, говорит, за дитя в детскую госпиталь, там в Сиэтле, вот я из штата Вашингтон, и когда мы приезжали, я говорю, что случилось? Ну, он рассказал мне, я хоть не люблю молиться, ну, как, я ожидаю откровения от Господа, когда рассказывают нужду, ну, тогда скорбь заставила пойти хоть так с ним, говорит, пошли со мной помолимся об этом ребеночке, может, Господь что-то и скажет, бо я знаю, через тебя Бог говорит, ну, уже ж не уважить человека, он так настаивал, я пошел с ним, а он мне по дороге рассказывает, что вот такое случилось беда, это, может, вы и слышали, ребеночек маленький, там, трех лет, мальчик проглотил батарейку, и она поразила в желудке, она окислилась, и поразила горло, он говорит, глотать не может, поразила желудок, и теперь врачи борются, не знают как, и результат не обещают никакой, но это дитя только плачет, кричит, даже и толком не может, потому что больно, оно в муках, почему случилось это, почему? Мы пришли, и скорбь на глаза, глядя на этого ребенка, этот пресвитер взял его, господи, ну, ты видишь, за что оно мучится, почему ты допустил, нам непонятно, господи, если бы это, и этот отец стоит и говорит, господи, если это в чем-то моя вина, то открой. И вдруг я слышу, наполнил Дух Святой и говорится, сын мой, вспомни, что ты обещал и не исполнил, и сатана воспользовался этим, и поразил твое чадо, а теперь, если ты вернешься к тому, что ты обещал, и пообещаешь мне, что ты все-таки исполнишь, увидишь чудо над дитем своим. И он заплакал, он сразу вспомнил. Он бизнесмен, имел сотни тысяч, миллионы даже, можно сказать, денег в своем бизнесе, и он, желая, скажем, добрыми намерениями, что полон водон преисподняя, имел добрые намерения, решил и пообещал, если ты мне дашь, господи, вот это богатство, я построю детскую поликлинику, в которой все дети и буду оплачивать там, такое пообещал. Ну, вы знаете, то искушения подходят, бизнес не заладился, жена уговорила, да, ты представляешь, сколько это денег ты отдашь, чтобы построить, чтобы потом сделать, и все наполнить, этих все, это сколько проблем, а у нас своя семья, и жена остановила, и он не исполнил. И вот его же ребенок теперь поражен такой болезнью. И он плачет, говорит, господи, если ты сделаешь, не только, я готов, я уже готов это делать, если только бизнес начнет, вот потому, что у него там запущено было, дай мне успех в бизнесе. И вы знаете, когда он это помыслил, когда он это сделал, бог явил чудо. Этот ребенок врачи удивляются, после такого он не мог говорить, они говорили, это на всю жизнь, поврождены там какие-то голосовые, а бог явил чудо. Бог явил чудо, братья, сестры, он сильный, он бог, он Лазаря воскресил, помните, уже разлагался, и он сделал, а разве он не может что-то сделать? Но если человек делает то, что положено по Писанию, или что он пообещал пред Богом. Субтитры создавал DimaTorzok